Между тем, в нашей съемочной группе по приглашению Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина удалось побывать в Звездном городке. Своими впечатлениями поделится Евдокия Избекова. Евдокия и Илья получили приглашение в Звездный городок после месяца предварительных переписок. Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина – учреждение военное. Но благодаря содействию космонавта Олега Кононенко нашим коллегам удалось снять интервью в самом спускаемом аппарате и даже увидеть тренировку выхода в открытый космос. Человек должен быть не старше 35 лет. А после этого все зависит от твоего здоровья, от твоего желания. Если есть здоровье и есть желание, то почему бы и нет. Вот у нас, опять же, вы сегодня видели, Павел Владимирович Виноградов, тот в возрасте 61 года выполнил третий космический полет. Тренажер пилотируемого корабля «Союз ТМА» – это тот самый корабль, на котором стартует с Байконура, пристыковывается к МКС, а через полгода на нем же возвращаются обратно. В соответствии с программой полета Международной космической станции 20 апреля запланирован старт транспортного пилотируемого «Союз МС-04». Во время съемок нашей группы основной и дублирующий экипаж в течение двух дней сдавали экзамен на транспортном пилотируемом корабле «Союз» и на макете Международной космической станции. На «Союзе МС-04» в свой пятый полет отправится бортинженер-астронавт НАСА Джек Фишер и командир корабля-космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин. Мальчишкам, мечтающим о космосе. Я бы сказал очень просто. Не надо бояться ставить с собой высокий суть. Помнить о том, что наша судьба, наша полка. МКС самый хороший пример международного сотрудничества. И мы должны помнить, что никто не делает этого один. Мы работаем, мы исследуем вместе. Одна команда. Туяра Филипова, Евдокия Избекова, Илья Жараев, НВК Саха, город Звёздный.